привет дорогие друзья сегодня у нас разбор ваших паттернов в рамках марафона сюжетные паттерны тема растения разбор будет я думаю недолгим потому что качество работ у всех прям гораздо лучше если сравнивать с началом марафона если сравнивать с котами и это не может меня не радовать на самом деле это здорово давайте начнем и первый паттерн у нас это пухлые растения какао дерево дали какое-то такое значит что здесь у нас в плане композиции все хорошо и в плане цвета единственное что смотрите когда вы сейчас я сделаю другого цвета кисть когда вы располагаете вот этот вот фрукт плод горизонтальном положении у вас сразу объект который расположен рядом это дерево тоже визуально становится еще шире данном случае окажется будто бы знаете когда иллюстрацию просто короче картинку жиппэк растянули непропорционально в стороны вот здесь такой эффект за счет того что широкая вот это вот овал внизу под основание с деревом создаются впечатление что дерево какое-то немного неправильно будто вы потянули в этом паттерне дерево лучше вообще убрать сделать без дерева так в принципе здесь все хорошо отлично вы справились задачи на все 100 этот паттерн тоже этого же автора замечательная работа хорошо вы поработали и с цветом и посмотрим к оппозицию в рапорте ну все отлично класс цветовые пятна и расположение объектов и сами формы объекта все классно хорошая работа очень стоковый паттерн так дальше вот такая работа немного неоднозначная здесь хочу сразу сказать что автор данного паттерна сразу поторопился и еще до того как я разбирала котов он сразу создал на 3 темы паттерна здесь просматривается автор у вас одна и та же проблема во всех трех работах это в первую очередь проблема с цветом вы берете очень насыщенные цвета и они в принципе здесь у вас не дружат обязательно обращайтесь в кругу и тона и работаете начинаете работать хотя бы просто с двух цветов там или с трех с ограниченной палитры что касается самих объект объектов здесь градиент вроде как выпуклые растения объекты пусть это так и будет избавиться от всех этих цветов оставить только два цвета я вам рекомендую или ну три акцентировать внимание на этих цветочка на вот этих розовых деревья лучше тоже убрать потому что они у вас здесь непонятно зачем почему вообще его здесь такие достаточно мягкие плавные линии за счет веток с листьями и цветов деревья они здесь это громоздки еще снизу они пилины короче убирайте деревья оставляйте вот эти цветочки самые розовые веточки и внедрите сюда максимум три цвета хотелось бы увидеть еще ваши другие работы с учетом рекомендации советов хотя бы на последнюю тема которая у нас будет в общем что-то что-то может у вас получится создать будет интересно посмотреть дальше переходим здесь у нас уже влияние алены карабановой на самом деле это очень хороший урок она вам дала по тому как работать с композиции цветовыми пятнами именно в таких квадратах очень хорошо это рассматривается баланс значит что по этой работе во первых вам надо поставить памятник за то что вы работая с такими вот ваша палитра я внизу и вынесла работая с такими яркими насыщенными цветами вам удалось создать ритм и читабельность всех объектов я не знаю как у вас лоза после этого не выпали но в общем это хорошо что вы справились у вас все объекты считаются есть до моменты где объекты вот здесь сливаются их не видно эти щупальца но это не имеет значения потому что у вас этот объект есть уже других местах он прорисован где считаются эти щупальца поэтому здесь и так понятно что есть ищу пальцев мозг уже сам дорисует что касается баланса все отлично структуре паттерна у меня здесь вам никаких нету ни претензий ни вопросов что касается цвета я вам ничего здесь не могу сказать потому что видите я вам даже вот нашла это энди уорхоу стиль поп-арт был популярный сейчас тоже популярный в принципе у меня когда увидела вашу работу мне сразу он вспомнился здесь используются достаточно яркие пары цветовые которые не сказать что они гармоничные то есть я не знаю так вам сказать это не моя область этих применение таких ярких цветов и их сочетаний я не знаю какого здесь должна быть гармония поэтому я бы сказала что грузите так паттерна если вы там грузите куда-то оставляйте все так но сделайте еще семилляр этого же паттерна но ограничите свою цветовую палитру в два в три цвета не таких ярких что чтобы вы видели разницу и как будет считываться паттер здесь он прям такой риповый такой яркий кислотный даже такой а если вы используете два цвета то это в корне поменяет всю считываемость но здесь все как бы отлично если оценивать его со стороны паттерн цветовая палитра я уже сказала что немного я с такой не работаю поэтому не могу вам сказать какой-то точного совета дальше следующий паттерн тоже квадратом это цветовая палитра мне ближе поспокойней паттерн мне очень понравился замечательная работа советую всем новичкам и у меня тоже кстати когда начинала рисовать я тоже работала с такими квадратами почему важно сделать это упражнение потому что во первых вы будете видеть цветовой ритм как работать с цветами с пятнами чтобы у вас создавался баланс и и также детализация объекта в каждой квадрат в каждом квадрате должна быть одинаковой не должно быть квадрата где детализация будет перегружена потому что это будет перетягивать на себя внимание то есть в таких паттернах именно осознанная работа с цветовыми пятнами балансом и с детализацией объекта в вашей работе немножко не хватает вот в этом верхнем ряду даже не ряду вот здесь это что такое вот здесь у вас немного не хватает темных пятен видите вы прям темные здесь у вас получается темные в общем что то здесь надо перекрасить не знаю посмотрите либо 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 сердечки перекрасить в темно-синий чтобы уравновесить либо капельки там что то сами посмотрите поприменяйте в целом мне ваша работа очень понравилась классная особенно мне понравились вот эти вот переходы я не знаю специально ли вы сделали их или нет когда из тела девушки вырастает как бы цветок да такой одуванчик прям классно здесь тоже из туловища хлопок то есть такая гармония да вот эта вот женская женская сила женская гармония ну короче классно все хорошо дальше кактусы бухлые здесь все хорошо у вас вы отлично их повертели очень веселый хороший паттерн отличная работа никаких здесь замечаний нет тоже стиль с обводкой типа гру очень милые ромашечки хорошая цветовая палитра вот эти пятнышки классные все милота класс хорошая тоже работа а это как у нас здесь пухлые кактусы а это ретро растения у многих кого выпали старинные растения нарисовались эрухипи но это сейчас модно здорово следующий паттерн это у нас морское дно так сейчас секунду так я вернулась значит морское дно у нас я буквально вчера смотрела программу про город байрон по-моему который собрат помпей там вот такие вот вазы на морском дне откапывали 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 находили короче у меня сразу ассоциация с этими вот погребенными в пучине морской городами в общем отличная у вас идея что касается рапорта все тоже мне нравится единственное что если у вас главные элементы это вазы они как самые светлые крупные пятна надо было вот эту вот вазочку которая у вас стоит тоже немножечко провернуть у вас видите все элементы двигаются другие вазочки а это прям стоит буквально чуть-чуть в эту сторону проверить все что касается цвета все отлично ну в общем класс мне очень понравился ваш паттерн классная идея отлично так идем следующий ряд такие дерзкие растения ромашки с глазками очень кровавый такой цвет красный серо-синем фоне замечательная работа ничего здесь абсолютно не надо менять ничего делать автор справился на все 100 отлично классно еще одна хорошая работа в которой ничего не надо менять обратите внимание когда вы не можете работать с цветом ну только начинаете путаетесь потыкаетесь вот это называется монохром когда берется один цвет и от него там вот эта палитра внизу смотрите один цвет и диапазоне этого же цвета берет берутся посветлее тон светлее и тон еще светлее вот эти цвета то есть мы сам бегунок на палитре цвета мы не трогаем мы меняем только насыщенность называется монохром очень классно получается стильная работа достаточно чем используйте обязательно попробовать надо хорошо разбивается иногда поэтому проверяем еще одни растения стиль тоже у нас хиппи хорошие цвета так у нас здесь вертикальная линия из ромашек классно здесь конечно линия намеренно была создана если честно я прям вот этот принт вижу на каком-то летнем сарафане классно получилось у вас здесь все хорошо у вас классно отличная работа еще один одна хорошая работа космические цветы цветы у которых основание листики это созвездия а сами бутоны это планеты здесь вы тоже хорошо справились с динамикой с цветовыми пятнами расположение отлично хочу только заметить что у вас это не ошибка нет просто хочу заметить что вы даете здесь направление стебельками направление движения в принципе у вас одно влево под большим углом уходит это не является ошибкой просто если бы вы еще больший угол сделали тогда это уже было видно в орнаменте просто когда создаете какие-то направляющие линии всегда помните что в рапорте они будут у вас считываться визуально взгляд будут вести либо вверх либо куда-то под углом какой-то вектор направления задается в этой работе все прекрасно здесь менять ничего не надо просто на будущее всегда помните что каждую линию которую вы рисуете она должна быть под одним углом либо от зеркалена под тем же углом здесь все хорошо хорошая идея хорошее исполнение это мой паттерн значит я его сколотила быстро нарисовала не дала ему отряжаться и у меня здесь есть тоже пара недочетов пробуйте их сейчас сами найти я сейчас покажу во-первых рапорт здесь практически не считывается хотя здесь рапорт размножен на 4 артборда на 4 палетки выдает мой рапорт вот этот вот гриб вот эта вот ножка его слишком длинная прямая палочка полностью залитая белым у меня больше таких элементов похожих паттерней нигде нет у меня везде либо там изгибы дуги и таких сплошных пятен прямых нет это выдает сам рапорт то вот он у меня вот здесь вот есть и еще момент из цветовых пятен случайно образовалась диагональ вот начиная с этого гриба у меня идут цветовые пятна по диагонали вот они тоже здесь для смещения поэтому это не так видно просто немножко переставить надо чтобы нарушить эту линию такое случается когда ты спешишь и не даешь паттерну полежать дальше дальше у нас скажи на мухоловка какая ты прям классный персонаж мне очень нравится мне прям безумные раскидистые руки значит что мы тут с вами имеем смотрите вы нарисовали чашечку во первых у вас вы вот здесь пропустили внутреннюю часть тень и вот это вот блик который вы нарисовали ничего не видно сейчас я изменю цвет вот этот блик вы нарисовали таким же цветом как внутренняя часть чашки получается что по логике цветом этот блик у вас не считывается как блик он считывается будто это отверстие то есть будто глубина как будто перспективы задаете то есть вам надо этот блик сделать не таким темно насыщенным от основного цвета кружки прикольно что вы здесь круги это все интересно смотрится знаете чтобы мне хотелось чтобы немножко было объема у персонажа потому что сейчас он такой немного сплюснутый но очень забавный классная идея тетрад открытый может немножко как-то объем ему придать попробуйте но это эту работу уже не трогайте это так вам на будущее все будет рисовать не бойтесь задавать какие-то формы это работа у вас хорошая немножко чашечку подправьте так вот еще такая красота смотрится очень интересно хорошо поработали с линиями классно здесь пожалуй у меня не будет никаких замечаний достаточно интересная работа знаете только непонятно зачем замочки на этих флорариумах их же поливать потом ну это уже такое я просто 8 лет проработала флористом и такие флорариумы тоже создавали это уже заходят в дебри ваша работа со стороны иллюстрации она хороша у вас здесь группа элементов в принципе все хорошо отличная работа интересно такие кактусы это наверное дерзкие кактусы у них цепи золотые кольца что ж прикольно классно хорошие формы и цвета у вас знаете что вот непонятно что что вот это вот такое у кактуса возможно это его зубы а сверху зеленые то есть не зеленые как желтые капы золотистые да если у вас такие крутые дерзкие то есть я как предполагаю это он открыл рот а сверху это зубы да ну либо это усы как бы я пока только в этих двух вариациях считываю либо усы либо зубы если он у вас здесь открыл рот то этому кактусу я бы советовала тоже как то немного рот приоткрыть чтобы они уже у вас может там кто вот так тоже черное сделать чтобы было больше понятно что вот это либо этого братья могут сделать какую-то просто полосочку мылкой как вы сделали ну что короче было как то одинаково так у вас интересные персонажи крутые кактусы классная работа немножко сортом надо что-то решить как то объединить их немного эти кактусы дальше горошки какие милые толстые горошки хорошая работа с цветом и в плане расположения объектов здесь тоже у вас все интересно горошки балуются играются падают толстые горошки немножко немножко непонятно назначение вот этого оранжевого это бревнышка да наверное вообще она здесь как бы и не мешает вы задаете неплохой ритм этими бревнышками вы их правильно везде расположили в общем пусть все так остается у вас очень получился интересный персонаж мне нравится что он такой неровный я не уверена насчет масштаба вы здесь в некоторых местах его уменьшили вот только только этот объект да вы уменьшили по сути дела это он же только отзеркаленный и уменьшенный я думаю не стоит того уменьшать пусть у вас все здесь будет в одном размере так будет интереснее цело в общем отлично вопросов у вас у меня цветочки растения классно получилось получилось так будто это нарисовал ребенок прикольно будто детский рисунок фломастерами значит немножечко хочется вот эту вот подсолнечко ромашечку чуть-чуть развернуть вправо потому что вы здесь эти элементы подвинули или туда провернули а эти сюда а ромашка у вас стоит подсолнечко ромашечка и немножко по цвету в принципе можно оставить так скажем это детская непосредственность да когда дети берут яркие насыщенные цвета это не мешает но если по гармониям то красный цвет здесь лишний здесь надо от него немножко уйти оставить вот желтые фиолетовые малиновые и салатовые но можно оставить и так будет именно вот как детская иллюстрация да оставляйте так получилось интересно о вот это вообще это мой фаворит я когда увидела этот паттерн я просто рассмеялась потому что это это просто я во время ссоры с мужем классный персонаж это мухоловка недовольная жизнью как она руками машет класс персонаж потрясающий хоть и мультик его куда-то сразу значит здесь у вас тоже все хорошо вот это здесь у вас ряд который вполне себе он оправдан ряд в котором находятся горшочки которые допустим они ну вот линиями не получается ровно сделать но вот я просто показываю что это ряд линия когда горшки стоят будто там на полке либо на подоконнике это логично оправдано единственное что я хочу вам сказать что не надо использовать в цветных иллюстрациях серый цвет нет потому что я не помню почему я знаю что точно не надо это еще из иллюстрации я просто запомнила что не используют чисто серые цвета если у вас есть если у вас иллюстрация цветная не используется как тень потому что в тени вообще нету чисто черных теней нету тени у нас всегда идут с каким-то колером с каким-то цветом в данном случае что вам надо сделать вам надо тень под горшочком взять вот ваш цвет фона и увести ее к серому заглушить но оставить пигмент обязательно какой-то вот вам надо чтобы еще с горшком не слился ну это прям какой-то сильно ну что-то такое сделать можно сделать такой фон а горшочки можете поменять цвет какой-нибудь ну класс классно очень вы придумали нарисовали прям вот супер я пожалуй даже ваш паттерн сохраню потом себе распечатаю класс молодец так еще одни у нас растения стиль грув или граф я не знаю как правильно говорить я вообще никогда не проговариваю все эти стили посмотрим как ваш рапорт ведет себя в размноженном состоянии обязательно кстати когда делаете паттерны проверяйте свой рапорт как он себе ведет на большой площади у вас здесь все хорошо у вас здесь тоже есть тоже есть диагонали но эти диагонали пусть они будут они прикольные они интересные они даже сразу визуально не считываются единственное что знаете у вас вот этот вот один цветочек экстремальный перевернут вверх тормашками у вас все остальные цветы под небольшим углом провернуты там на 30 градусов в основном а этот вы довернули прям сильно перевернули вверх ногами верните его обратно на ноги и тоже поверните под небольшой угол если вы хотите проворачивать растения под на все 360 градусов то вам надо все элементы в рапорте проворачивать под экстремальными углами ну то есть под всеми углами да не только под 30 градусов но и там и под 90 и под 70 короче вы должны каждый элемент потихоньку проворачивать чтобы подвести к этому к 360 градусов чтобы вы не к 360 а 180 градусов чтобы вы к этому подвели моменту а не просто в один элемент перевернули а так у вас здесь все отлично классные цвета хорошие вот немножко только тут цветочек поверните следующий цветочек очень милые тоже здесь у нас наверно пухлые растения хорошо поработали с цветовыми пятнами с ритмом все очень весело прекрасно прям принт просится куда-то на детские платья юбочки класс здорово обязательно этот же паттерн попробуйте сделать в более нежных цветовых решениях каких-то прям совсем легких тоже будет интересный эффект хорошая работа еще одна хорошая работа очень понравился паттерн классные классные цветы классическое расположение все просто великолепно опять ребят посмотрите внимание кто у нас с цветами мучается маленько помимо монохрома можно использовать еще как автор здесь использует не помню как называть сейчас посмотрим три цвета которые расположены рядом вот видите три основных цвета фон это просто затемненно-темно-синий ну там затемненно-прелушеный то есть не надо стараться уходить в сложные цветовые решения если у вас не получается вот автор данной иллюстрации использовал три цвета и эти три цвета у нас аналоговая триада вот видите вот они желтый зеленый и синий три цвета которые расположены рядом просто здесь насыщенность цвета уменьшена поэтому паттерн получится такой винтажный элегантный да он прям недорого богата а он прям какой-то такой приятный вот этот же цвет видите если ее насыщенно господи насыщенно извините заговариваю насащенно классная работа мне очень понравилось я выбраны такие себе обои поклеила еще одни цветочки у нас здесь мистика я ждала что кто-нибудь из космоса заведет нас в мистику мне нравится такой стиль сейчас посмотрим как умножится ваш рапорт так ну как-то вот так значит мне все нравится все все хорошо классно нарисовали классно стиль значит хочу вам вам тоже показать что ну я думаю вы сами это знаете что у вас здесь вот из этих элементов желтых у нас здесь тоже да линия думаю вы знаете что у вас линия причем у вас получается здесь вот эта желтая линия потом у вас немного впадает два горшка две линии белый цвет и опять желтый почему я постоянно акцентирую внимание на линиях в рапорте когда это делается осознанно то это нормально когда это неосознанно это небольшая проблема значит почему если ваш паттерн в вашем паттерне есть линия особенно горизонтально это немного уже уменьшает диапазон его применения допустим ваш паттерн вот в таком варианте с линией хорошо применим для постельного белья там даже для штор для каких-то больших крупных поверхностей поверхностей если его применять в одежду допустим в какие-то блузки кофты юбки платья то здесь уже будет просматриваться горизонтальная линия все мы знаем что горизонтальная линия она не всем подходит допустим там по телосложению горизонтальной линии увеличивают расширяют визуально вертикальные наоборот создают визуал того что мы стройнее плюс когда ваши паттерны в которых заложена линия либо диагональ если использовать эти работы допустим на рюкзаках либо на сумках там где используются кусочки ткани да из кусочек тканей создается сшивается какой-то объект то там эта линия немного теряется и получается наляписто то есть там где-то линия начинается потом следующий кусочек это все сбивается с ритма ну и так далее то есть обязательно используйте макапы на макапах очень хорошо видно как ведет себя линия либо диагональ либо вообще цветовые пятна данная работа хорошая ничего здесь изменять не надо но как я обычно делаю я обычно создаю если рапорт с линией я всегда еще создаю еще один рапорт перекрашиваю у меня получался там какой-то шахматный порядок или что-то допустим в этой работе здесь цветовые пятна здесь расположены как бы не хаотично они конечно структурированно расположены но область применения данного паттерна больше если бы допустим здесь была просто линия там из каких-то рисовала ну из цветов одних из одних объектов в общем я думаю вы меня поняли о чем я говорю попробуйте этот же паттерн просто перекрашивать горшки где-то там желтый где-то оставить белый ну просто чтобы у вас были два разных семиляра ваша работа хорошая мне она очень понравилась я не говорю что линия это плохо ни в коем случае нет просто всегда нужно знать где и как можно использоваться ваша работа это потенциально увеличивает ваш доход рапорт отличный узор у нас все здесь закрутилось завертелось если честно мне даже считать тяжелый рапорт очень хорошо вы здесь все загогулиными закрасили немножечко немножечко вот здесь у вас просматривается просвет совсем чуть-чуть если уже вдумчиво смотреть просто на вот этом вот на вот этом листочке немножко нарастите вот этого темного зеленого чтобы закрыть эту прореху и должно помочь это негативное пространство уйдет эта линия в целом хорошо очень хорошо вы потрудились попробовали новое классная работа попробуйте тоже попробовать другие цвета более нежные ненасыщенные вот вы делаете насыщенные пробуйте уходить эту же работу смотреть прям каких-то легких даже можете попробовать розовый или фиолетовый но совсем легкие цвета ненасыщенные отличная работа у вас дальше пухлые растения у вас горошек морковка лучок классная работа здесь все хорошо отлично расположение у меня никаких нет здесь предложений ни жалоб ничего все отлично только почему этот горошек грустит смотрите почему он грустит слушайте ну на микростоке и вообще люди которые там покупают паттерны любят все позитивное чтоб все улыбалось здесь у вас детская иллюстрация и тут типа если допустим делать воротнички как не воротнички вот эти слюнявчики для детей которые кушают и вечно пачкаются это грустный горошек ну пусть он пусть он у нас тоже заулыбается ну хотя может и остаться пуста какая-то фишка все радуются а горошек грустит так дальше у нас работа с градиентом квадраты от лены карабановой и градиент по градиенту вам там Катя подскажет у вас там немного неправильно есть в объеме а что касается паттерна ну здесь у вас все хорошо квадраты квадраты и циккуленды 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 возможно стоит вот этот элемент немного увеличить а может не стоит мне вы знаете хотелось в этой работе увидеть немного цвета поярче может какой-то салатовый увидите это немного мрачновато смотрится а со стороны паттерна здесь все у вас отлично здесь как бы ничего менять не надо так веселый виноград классная работа отличный персонаж виноградовый и хорошие цвета мне кажется вы вот этот элемент немного уменьшили не надо его уменьшать оставьте в таком же размере как и был здесь это масштабирование ни к чему не совсем понятно что вот это вот такое вот это мне напоминает корзину с ягодами корзину с виноградом а вот это я не пойму что это так я долго молчу пытаюсь понять что это в общем попробуйте этот хвостик пупырку убрать просто оставьте вот эти вот кружочки оранжевые ну вот правда не пойму что это а так будут просто кружочки у вас или просто вот эту корзину продублируете в эту сторону если это конечно корзина ну в общем даже интересно что это сам персонаж у вас хороший классно получилось отличный паттерн тоже у вас работа здесь идет как бы с тенями с градиентом вы здесь справились по цвету очень приятная работа так отличная очень интересная работа у нас класс это немного не то что мы рассматриваем в рамках нашего марафона это не объектные паттерны это уже больше к орнаменту мне очень понравилось хорошие цвета прям это такое интересное значит что меня смутило меня смутило вот перекрытие зеленых листов вот в этих моментах то есть здесь вот эти листы открытые а здесь уже зеленые их перекрывают здесь то есть я понимаю вы хотели сделать такое типа как эффект наложения как бы не наложение а будто бы чередуется это в общем я сегодня все утро потратила на поиски не потратила нет мне самой было интересно потому что я интуитивно понимаю что что-то здесь не так но я не могу это объяснить потому что я с такими паттернами не то чтобы не сталкивалась я их не рисовала но я на них много смотрела значит я не уверена что это на сто процентов я правильно рассуждаю но на девяносто пять думаю что это так в общем вот эти элементы вот эти вот цветы этот ряд цветов надо перенести на передний план чтобы у вас вот из этих синих листов у вас была вот такая вот сетка то есть не закрывайте их я не нашла на пинтересте похожих паттернов чтобы убедиться что моя догадка права не догадка а предположение значит поясняю почему надо эти цветы перенести на передних план чтобы сохранялся вот этот ритм потому что данный вид паттернов орнаментов это стиль модерн и он используется в основном либо это обои либо какой-то крупный текстиль типа там штор да либо для декупажа для там когда реставрируют там мебель или что-то что-то короче покрывают какие-то большие куски не куски ну какие-то в общем крупные площади где должен считываться орнамент определенный ритм когда вы закрываете вот этими зелеными листочками которые у вас подразумеваются что это подложка что они находятся снизу когда вы их перекрываете вот этими моментами да вы перекрыли вот эти вот синие листы вы немного нарушаете сам ритм саму динамику а на больших площадях допустим если бы это была стена гостиная где-нибудь в квартире в Англии в 19 веке в 18 там важно чтобы вот именно этот ритм сохранялся повторение вот этого главного орнамента и вот этого динамики линиями что я вам нарисовала вот таким образом то есть это будет грубо говоря это будет сетка сетка в которые вписан вот этот вот красный цветок а вот светло-зеленые элементы они уже играют второстепенную роль подложки здесь как бы лучше их не перекидывать на передний план сделать не усложнять саму иллюстрацию не усложнять ритм вот я думаю что это так я хочу сказать что я не уверена что это на сто процентов так но я проанализировала сегодня много похожих работ но не нашла как у вас ну вот что-то такое нашла я работать ну вот понимаете о чем я говорю вот он элемент идет повторение да но здесь типа дамаск как бы вот сохраняется вот этот вот ритм ну и главные цветы они сверху тоже расположены в общем попробуйте перенести на передний план и потом на макапах либо на большой площади посравнивать как это получилось вот спасибо за эту работу было очень интересно посмотреть в нее окунуться в этот стиль модерн как он называется арт нуар или арт нуа не помню в общем надо еще изучать мне тоже классно и конечно хочу сказать что за счет того что у вас острые вот эти везде лепесточки они такие острые здесь тоже конечно создается впечатление такой какой-то дерзости рисунка такой колючести это тоже неплохо нет 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 просто это такой задает определенный характер в общем классно спасибо за работу давать не буду хвалить вас еще полчаса поехали дальше так прикольно кактусы колючие и еще и вампиры что ж идея интересная почему бы и нет вот здесь немножко с летучей мыши мне непонятно наверное вы забыли перенести ее внутрь горшка потому что здесь видно обратную сторону горшочка кактус кактус вроде бы у вас в горшке стоит а тут немножко не пойму наверное вы забыли перенести что ж здесь у вас все хорошо в плане паттерна немного немного бы хотелось чтобы цвета были полегче чуть-чуть чтобы эту иллюстрацию прям использовать в какой-то детской тематике попробуйте немного насыщенность снизить посмотрите какие сейчас трендовые цвета в детской иллюстрации даже можно сюда хэллоуин переписать на самом деле летучие мыши и вампиры с кактусами можно сюда использовать цвета хэллоуин ну прикольно мне понравилось ваша работа немножко с цветом додумайте еще одна венеринная мухоловка смотрим ваш рапорт что ж отличная работа вы хорошо поработали с формами с квадратами прямоугольниками и вписали отлично в них цветы это хороший эксперимент очень интересно не думаю что здесь надо что-то менять единственное если у вас есть возможность также попробуйте поработать с цветом если у вас такие насыщенные яркие цвета это неплохо это так как есть почему нет попробуйте здесь немного ну если получится сделать не такие насыщенные цвета просто посмотрите как получится работа хорошая очень интересно кактусы с пончиками у пончиков есть мордочки значит значит если у вас у пончиков есть мордочки значит они у вас в равноправии с кактусами у которых у кактусов тоже есть ласки и улыбочка тоже мордочка значит вам надо эти пончики уравновесить вместе с кактусами наравне с кактусами то есть увеличить их и у вас получится что паттерн из одних главных героев из кактусов из пончиков тогда вам надо будет у кактуса из ручек пончик убрать то получается у вас кактус ест своего сородича грубо говоря ну значит что увеличивайте пончики кактусу просто ручки разведите в стороны ну как то так или как то по другому либо можно сюда сердечко ему нарисовать а пончики просто увеличите в размере если вы им нарисовали и глазки такие же по стерилизации рисуйте как у кактуса вот будет у вас прикольный паттерн с кактусами и пончиками либо можно пойти в обратную сторону убрать у кактуса глазки и улыбочку ой не у кактуса извините а у пончика и тогда у вас будет живой персонаж здесь главный герой это кактус а второстепенный элемент дополняющий это пончик вот кактус с глазками с улыбочкой пончик это просто пончик которого можно съесть и не переживать что он там будет кричать когда его будет есть в целом цвет у вас расположение все очень просто и понятно вот то есть вам надо дожать либо туда сделать либо в обратную сторону следующая работа кактусы растения космос наверное космические растения так значит Индия Индия идея интересная лишний здесь точно будет космонавт космонавт потому что у вас везде растения такого же размера как космонавт пусть уже растения остаются за главного героя в этой работе космонавта вы убираете и еще у вас здесь лишний вот этот зеленый цвет его тоже надо убрать зеленый цвет и перекрасьте все там допустим вот в такой вот розовый да малиновый кактус это же космический кактус ничего страшного если он будет малиновый или розовый да вот немножко с этими элементами зеленый у вас не попадает в гармонию которую вы выбрали синий фиолетовый и розовый зеленый лишние в принципе желтые звезды тоже можно перекрасить сделать их просто белыми да ну либо там не чисто белыми а с примесью синего голубого чтобы тоже не перегружать цветом иллюстрациям вот и в принципе все это все правки так у вас будут какие-то инопланетянские космические цветы и растения так получится более понятно вот так на этом все мои замечания о так это последний паттерн был круто я рассмотрела так что я хочу сказать уважаемые мои иллюстраторы сегодня мы с вами пересекли экватор по марафону у нас осталось с вами две темы это рыбы и птицы значит смотрите рыбы у нас четверг мы сдаем и птицы до понедельника то есть как бы заключительная часть марафона конечно вы смотрите как вы располагаете своим временем и возможностями попробуйте вот эту тему рыбы там как-то упростить попроще сделать ну короче как вы там сами сможете я же не могу за вас думать просто смотрю по времени что времени у нас меньше дается сейчас два дня на рыб а уже на последнюю тему марафона на птиц попробуйте что-то прям такое создать как бы заключительное да для марафона скажем дипломная работа будет очень интересно посмотреть что у вас получится потому что вот сегодня третья тема и большие молодцы очень многие практически даже не многие а все сделали большой прогресс начиная с первых работ которые я разбирала по 7-10 минут и здесь прям все отлично у вас в общем вот такие мои будут слова завершающие этот видеоразбор всем спасибо мы увидимся в следующем разборе